Ола, мигас! На связи Матвей. В последних три видео по блэкрашенному моему канале мы с вами выявляли самые лучшие машины низкого, среднего и элитного класса. Смотрели на их внешний вид, на их максимальную скорость, на их разгон, на их цену. И по таким критериям, соответственно, выявляли, какая машина является из этого класса лучшей. В сегодняшнем видео я решил взять те же пять самых лучших машин каждого класса и уже эти машины сравнивать между собой. Чтобы максимально стереть границы низкого, среднего и элитного класса авто. Ну и соответственно, чтобы вам со своими средствами было их легче себе выбирать для покупки. Мне эта тема очень сильно понравилась, потому что в самом лучшем КРМП Мобайл Блэк Раша больше всего меня цепляет именно тема автомобилей. Думаю, вас тоже. Не буду долго затягивать, так что если вы впервые на моем канале, обязательно оформите подписку. Тут вы найдете лучший контент по Фортнайт Мобайл и КРМП Мобайл Блэк Раша. Также, если вы по каким-то причинам до сих пор не играете в КРМП Мобайл Блэк Раша, обязательно скачивайте данный проект по моей ссылке в описании, абсолютно бесплатно, на любое андроид устройство. Также, если именно ты хочешь поиграть вместе со мной, то обязательно добавляйся в наш дискорд сервер, ну или в нашу беседу, группа канала ВК, все ссылки в описании. Там вы сможете найти меня, мы обязательно спишемся и поиграем в КРМП Мобайл Блэк Раша вместе. Я играю, кстати, на лайм сервере. Приму вас в свою семью, может быть даже подкину немного денег. Ладно, не буду долго тянуть саморекламой, ролик обещает быть очень интересным, так что заранее пожелаю вам приятного просмотра. Пятое место в нашем рейтинге занимает отечественная машина, а именно ВАЗ-2172. Она стоит 300 тысяч рублей, ее максимальная скорость практически 200 км в час. Однако эту скорость она будет набирать достаточно долго, потому что разгон от 0 до 100 составляет более 10 секунд. Убедитесь в этом сами. Машина, конечно, не очень красивая, но уверен, если ее правильно тюнинговать, она может стать вашей любимой. Поэтому и заняла последнее место в нашем рейтинге. Четвертое место занимает машина под названием Volkswagen Golf GTI 2. Она достаточно дешевая, менее 150 тысяч рублей, при этом максимальная скорость практически 200 км в час и до 100 разгоняется всего лишь за 8 секунд. Предлагаю ее потестить. Согласитесь, эта машина стоит более в 2 раза дешевле, чем предыдущая и при этом она намного лучше. Однако минус, она всего лишь двухместная. Ну и не очень красивая, хотя это на вкус. Также имеет множество вариаций апгрейда. Середину нашего топа открывает машина под названием BMW M3 E30. Как и первая машина в нашем рейтинге, она стоит 300 тысяч рублей. Но при этом разгоняется более чем на 200 км в час. От 0 до 100 разгоняется всего лишь за 6 секунд. Давайте-ка на это посмотрим. Без сомнений, это одна из лучших машин. Начнем с того, что это BMW, а BMW это круто. За такую цену эта машина аналогов не имеет. Если ее хорошенько протюнинговать, я уверен, это будет лучшая машина на районе. Она визуально красивая, но могу отметить всего лишь один минус, она двухместная. Второе место в нашем рейтинге заняла Mazda 3. Если бы рейтинг я составлял только по собственному мнению, эта машина была бы на первом месте. Она очень крутая. Честно, если бы не Lambo, я бы купил Mazda 3. Машина стоит практически 400 тысяч рублей, максимальная скорость более 200 км в час, но от 0 до 100 разгонится всего лишь за 8 секунд. Давайте это проверим. Конечно, эта машина не очень быстрая, но вы просто посмотрите на нее. Я думаю, это самая красивая машина низкого класса. Смотрится дорого. Уверен, если ее еще и апгрейдить, это будет самая быстрая машина на сервере. Еще один огромный плюс, она 4-х местная. Ну и в конкурсе побеждает машина под названием Toyota Mark II. Она стоит 420 тысяч рублей, максимально может разогнаться до 223 км в час, но от 0 до 100 разгонится всего лишь за 9 секунд. Давайте-ка на это посмотрим. Конечно, это не самая быстрая машина из нашего рейтинга, но первое место она заняла, во-первых, потому что она красивая, во-вторых, потому что это Toyota. Ну и в-третьих, я думаю, эта машина имеет максимальное количество вариаций апгрейда. Если в нее вложить примерно 100 тысяч рублей, я уверен, она будет самой быстрой машиной низкого класса, думаю, даже из среднего. Учитывая это все, она имеет 4 места. По крайней мере, как считают многие, она заслужила первое место. Пятое место в нашем рейтинге занимает тачка под названием Alfa Romeo. Ее максимальная скорость более 300 км в час, от 0 до 100 разгоняется за 4 секунды, но это все стоит 3 миллиона рублей. Почему только пятое место? Да, машина выглядит довольно-таки элегантно. Ну и скорость у нее хорошая. Но вы просто посмотрите на запись, какая она неуправляемая. С ней гонять абсолютно невозможно. Вот вы разгонитесь до 300 км в час, вы захотите повернуть, вы не сможете повернуть, вас занесет. Ну и вариации апгрейда эта машина имеет не так уж и много. При этом она стоит целых 3 миллиона рублей. По сравнению со следующими машинами, она точно не стоит этих денег, так что погнали дальше. Четвертое место заняла машина под названием Ford Focus RS. Ее максимальная скорость 265 км в час, от 0 до 100 разгоняется за 4,5 секунды, ну и это все стоит практически 2 миллиона рублей. Внешний вид этой машины я бы оценил на 3 балла из 5. Вроде красиво, а вроде машина какая-то маленькая и вообще ну никак грандиозно на дороге смотреться не будет. Но из-за того, что она маленькая, ей достаточно нетрудно управлять. Стоит она всего лишь 2 миллиона, хотя за эти деньги есть машины и получше, о которых мы поговорим далее. Середину нашего топа заняла машина под названием Ford Mustang GT. Ее максимальная скорость 277 км в час, от 0 до 100, разгонится менее чем за 4 секунды. Стоит от удовольствия более 2,5 миллиона рублей. Я уверен, без споров, эта машина лучшая по дизайну. Хоть и стоит 2,5 миллиона рублей, но выглядит на все 10. Да вообще тачка крутая, но единственный минус, она слишком гигантская и тяжело управляемая. Вы просто посмотрите на видео, с какими усилиями я на ней поворачиваю. Но в принципе, с ее-то скоростью и с ее-то ускорением это не так критично. Думаю, это лучшая машина для дрифта. В общем, если вы любите все по красоте и у вас есть более 2 миллионов рублей, покупайте именно эту машину. Вот я бы ее купил чисто ради дизайна, она мне даже нравится больше, чем ламба. Второе место в нашем топе занимает машина под названием Subaru VRX STI. Ее максимальная скорость практически 250 км в час, от 0 до 100, разгонится за 5,5 секунд. Это удовольствие стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Эта машина для тех, кто любит максимальное соотношение цены и качества. Да, конечно, с виду это обычная легковушка, но внутри это ночной гонщик. Мало того, что эта машина достаточно быстро разгоняется, и мало того, что она имеет относительно высокую скорость максимальную, так ей еще и легко управлять. На этой машине вас никогда не занесет, вы можете дрифтить как вы захотите, у вас таких проблем не возникнет. При этом она четырехместная, потому что подобные машины либо двухместные, либо стоят под 10 миллионов рублей. А еще она имеет кучу вариаций апгрейда, это естественно плюс. Можете в нее вложить минимум еще 500 тысяч рублей, уверен, вы будете всегда выигрывать на гонках. По красоте, честно говоря, она мне не очень нравится, но тут я думаю на вкус. Ну и первое место это Mercedes A45 AMG. Максимальная скорость данной машины 250 км в час от 0 до 100 разгонится за 4,5 секунды. И стоит она практически 3 миллиона рублей. Уверен, бесспорно, это лучшая машина среднего класса. Если вы не так много зарабатываете для покупки машин элитного класса, этот вариант для вас идеален. Во-первых, прежде всего, это Mercedes менее чем за 3 миллиона рублей. Машина смотрится красиво, дорого и богато. Во-вторых, она ощущается очень быстрой. Не отрицаю, есть машины среднего класса, которые разгоняются более чем на 300 км в час. Но они ощущаются каким-то медленными, тяжелыми, да вообще громоздкими, как танк. А это маленькая, юркая, очень быстрая машина. Ей очень легко управлять, ее практически никогда не заносит. Более того, она вместительная и в ней могут ездить 4 человека. Наш рейтинг открывает машина под названием Porsche Panamera. Ее максимальная скорость 310 км в час, но от 0 до 100 разгонится за 3,7 секунд. Стоимость такого удовольствия практически 8,5 миллионов рублей. В наш рейтинг я ее включил благодаря высокой максимальной скорости, ну а также быстрому разгону по отношению к ее цене. Потому что подобные машины могут стоить более 15 миллионов рублей. Ну и в конце концов, это Porsche, а Porsche это красивая машина. Однако минус данного автомобиля заключается в том, что он достаточно трудно поддается к управлению. Но зато на ней можно легко и круто подрифтить. Четвертое место в нашем топе занимает машина под названием Nissan GT-R R35. Ее максимальная скорость практически 320 км в час, но от 0 до 100 разгонится менее, чем за 3 секунды. Сама машина стоит практически 8 миллионов рублей. Думаю, это одна из лучших машин по соотношению цены и качества. Менее, чем за 8 лямов вы получаете машину, которая должна стоить более 15 миллионов. Вы представьте себе красивую машину, которая гоняет как ламба, при этом легко управляется. Это все про Nissan. Мне больше нечего сказать про данное авто, просто знайте, эта машина лучше в КРМП Мобайл Блэк Раша. В середине нашего рейтинга расположилась машина под названием Dodge Demon SRT. Данное авто имеет максимальную скорость более 320 км в час, но от 0 до 100 разгонится всего лишь за 2,5 секунды. И это все чуть более за 6 миллионов рублей. Я бы ее смело поставил на первое место, потому что я думаю, всем тут ясно, что соотношение цены и качества максимальное. Но все же здесь есть пару изъянов. Машина очень тяжело подается управлению. Конечно, думаю, всяким дрифтерам она понравится, потому что дрифтить над ней одно удовольствие. Но если будете гнать на ней 300 км в час, вам надо будет повернуть, уверен, вас занесет. Это чисто такая уличная дрифтовая машина, просто за большую цену, при этом с высокой скоростью. Серебро нашего топа забирает машина под названием Audi R8. Ее максимальная скорость, как и у предыдущей машины, 322 км в час, но от 0 до 100 разгонится за 3,4 секунды. Но стоит она 11 миллионов рублей. Вы можете задаться вопросом, почему я ее ставлю выше, чем Dodge? Как я уже прежде говорил, Dodge это просто дорогая, дворовая, уличная машина. А Audi R8 это вот именно скоростной спорткар. Это то же самое, что Lambo, просто в полцены. Она прям ощущается быстрый и при этом легко управляется. На видео, думаю, и так все ясно. При этом Audi это статусный бренд и машина смотрится очень красиво. Опять же, прям как Lambo. Ну и первое место нашего топа забирает машина под названием McLaren 600LT. Ее максимальная скорость практически 330 км в час, но от 0 до 100 разгонится менее, чем за 3 секунды. Стоимость 14 миллионов рублей. В общем, чтобы вам было понятней, это то же самое, что и Audi R8, просто побыстрее. При этом, опять же, по приемлемой цене. Понимаю, что многие зададутся вопросом, с какого черта 10 и выше миллионов рублей это приемлемая цена. Ребят, мы имеем дело с лучшими машинами в КРМП Мобайл Блэк Раша. При этом все машины из элитного автосалона. Цена этих машин по отношению к другим из элитного класса, естественно, приемлема. Я не имею в виду по отношению к машинам среднего класса и низкого класса, только элитного. Ну, в общем, McLaren, да, это вот то же самое, что Audi R8, только быстрее. То же самое, что Lambo, просто дешевле. Сказать мне про нее больше уже нечего. Тоже хорошо управляемая, тоже очень красиво смотрится и так далее. Даже вот во время монтажа задумался. Наверное, стоило бы Audi R8 поставить на первое место. Ну, раз уж так вышло, то окей. По итогам, лучшие машины это Toyota из низкого класса, Mercedes из среднего класса, ну и Audi R8 из элитного класса. Своё предпочтение больше всего я даю Mercedes из среднего класса. Ну, Toyota из низкого класса автомобилей, тоже хороший достаточно автомобиль. Но только в том случае, если вы только начали зарабатывать, только начали получать деньги, и вам какая-то машина нужна на первое время, чисто чтобы ездить. Тогда ее вот покупать отлично, потому что точно на все время она не сойдет. Я сторонник того, чтобы лучше побольше поднакопить денег и купить себе качественное авто. Вот, например, как и Mercedes из среднего класса. Он выглядит, как элитная машина, гонит быстро, разгоняется тоже достаточно быстро. Вот насчет Audi, я вот не знаю, но если вы уже совсем становитесь миллионером, и хотите себя побаловать, но денег на ламбу нет, покупайте однозначно Audi R8. На вашем бы месте, я вот пока только начал бы играть, начал зарабатывать денег, купил бы себе Тойоту, потом бы поднакопил больше денег, купил себе Мерседес. Позже, когда я бы начал зарабатывать миллионы, когда я начал бы сделать свою карьеру, я бы купил себе Audi R8 и на оставшиеся деньги создал бы свою семью. Мерседес 3-класса я бы отдал своей семье, потому что 4-местная машина, можно ездить там всей бандой. Ну а Audi бы оставил себе и использовал для личных целей. Получается подобный путь развития. На что именно вы думаете по поводу моего мнения? Пишите об этом в комментариях, будет интересно узнать. Не забудьте поставить ролику лайк, если вы этого до сих пор не сделали. Опять же, если хотите поподробнее узнать про 5 самых лучших машин низкого, среднего и элитного класса, все ссылки на свои ролики я оставлю в описании. Ребят, смотрите, пишите комментарии, что вы пришли с этого ролика. Все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Аста луэго!